Выборы должны быть не только честными, но и безопасными. Сотрудники Госпожнадзора в течение января проводят массовые проверки по соблюдению требований огненного законодательства. На избирательных участках смотрят аварийные и эвакуационные выходы, проверяют, исправны ли огнетушители, работают ли пожарные извещатели. Всего за месяц нужно дать добро на проведение голосования более чем двум сотням участков. Пока проверена треть. Нарушений не выявлено. Как правило, объектами, где находятся избирательные участки, является общеобразовательное учреждение. При проверке нашей, так скажем, визуальном осмотре нарушений не выявилось уже в 84 объектах, поскольку перед началом учебного года все общеобразовательные учреждения прошли приемку и нарушения были и выявлены, и устранены. В день голосования на участке будут работать десятки людей. А придут, чтобы исполнить гражданский долг, тысячи. Поэтому важно сделать процесс волеизъявления максимально безопасным. В учебных учреждениях огнетушители перезаряжены и расположены в обоих концах коридора. Сами педагоги прошли лекционные курсы и знают, как вести себя в случае ЧП. У нас проходят четыре тренировки в год, две пожарные безопасности, как раз, которые касаются. Обычно это проходит либо эвакуация вместе с детьми во время занятий, мы эвакуируемся из эвакуационных выходов. А также в прошлом году у нас была проверка, где мы учили педагогов о работе с огнетушителями. Во время выборов на участках по требованию федерального законодательства будут дежурить сотрудники Госпожнадзора. В течение дня за безопасность жителей областного центра они отвечают погонами и головой.